Проблема износа общественного транспорта, который сейчас остро стоит в Самаре, актуальна для всех регионов России. Об этом говорили на заседании президиума Госсовета. Его провел президент Владимир Путин. В работе Госсовета принимали участие руководители ряда регионов и муниципалитетов, в том числе глава Самары, председатель Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области Елена Лапушкина. В этом году, благодаря поддержке правительства Российской Федерации, специальному казначейскому кредиту Самарская область приобретет 309 новых автобусов, еще 108 автобусов, а также 12 трамваев, благодаря федеральному гранту на эффективное региональное управление. Только в Самаре за последний год для города закуплено 63 единицы транспорта. Это 50 автобусов, 12 трамваев и один электробус. Новые автобусы в ближайшее время уже выйдут на маршруты. Сам тот факт, что госсовет по теме развития общественного транспорта в Российской Федерации проходил под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина, говорит о том, что проблема общественного транспорта не исключительно самарская проблема. Есть и в других городах, в других регионах похожие вопросы. И основная проблематика общественного транспорта, первое, это износ подвижного состава, старение подвижного состава, второе, это износ инфраструктуры, и третье, это кадровый вопрос. Глава Самары рассказала, что во время пандемии многие водители уволились, но сейчас кадровый вопрос решается. Тем, кто хочет получить профессию водителя трамвая или троллейбуса, предоставляется общежитие, стипендия в размере МРОД и единовременная выплата в сумме 100 тысяч рублей при трудоустройстве. Затронули и вопрос подготовки школ к новому учебному году. В Самаре в этом году отремонтировали более 50 учебных заведений. Работают сейчас такие межведомственные комиссии. В этой комиссию входят, безусловно, представители департамента образования, министерства образования, представители всех надзорных органов. Работает и родительская общественность. Смотрят подготовку школ к новому учебному году. Если даже есть какие-то замечания, замечания практически тут же устраняются. Очень много было сделано. Глава Самары рассказала, как в городе ремонтируют дворы и общественные пространства. Некоторые территории, такие как Парк Молодежный и Воронежские озера, благодаря активности жителей второй год подряд выигрывают в голосовании. Их преображение продолжается. Что касается участия дворов в программе формирования комфортной городской среды, изменить двор к лучшему легко. Достаточно собрать активную группу жителей. Главным политическим событием сентября в Самарской области станут выборы. Жители региона будут выбирать губернатора. Выборы продлятся три дня – 8, 9 и 10 сентября. От активности жителей региона зависит, как он будет развиваться в ближайшие пять лет. 10 сентября в Самаре пройдет День города. Празднования развернутся во всех дворах. На площади Куйбышева выступит группа «Чаев». Также гостей праздника ждет салют. Виктория Шаре. События.